Девушки отдыхают Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Здоровенькие булы, наши дорогие зрители Мы много лет тому назад вышли из телоэстрадно-церкового училища Шагнули в мир под названием эстрада Шагнули, не зная, что нас ждет впереди Но мы твердо знали, что годы учебы дали нам профессию, которая будет нашей опорой Профессию, которую дали нам наши учителя, наши педагоги Мы безгранично благодарны им за их труд, терпение, за их педагогический талант и веру в нас За то, что научили нас любить зрителя За то, что научили нас любить сцену Мы уверены сейчас, что они видят и слышат нас И мы говорим низкий вам поклон Так хочется для вас что-то сделать приятное И мы вас просто приглашаем На наш бенефис Мы покажем сейчас номер, который не показать просто не имеем права сегодня Добрый день Добрый день, решите сразу представиться Иванов, редакция сельского хозяйства Очень рад, очень рад Председатель колхоза Мест Ильича Иван Опанасович Кабыздох Да, да, я знаю Очень приятно Седаун Уплис, пожалуйста Спасибо большое Иван Овесеевич Опанасович А, извините, пожалуйста Аналогично Смотрите, я вот сейчас к вам ехал Такая интересная история со мной произошла Значит, вот я с трассы уже свернул к вам в хозяйство, да? Выехал на дорогу И смотрю, выбегает из кустов курица Так И бежит впереди машины Ага Слушай, я посмотрел на спидометр Это там 60 км в час Да, большой Так мне стало интересно Я, знаете, я каску добавил 80, она бежит Слушайте, она бежала 120 км в час Слушайте, вы не знаете, что это за куры такие? Знаю Это наша новая порода Называется мясная атлетическая Ух ты, классно Слушайте, ну я атлетическое качество ее оценил А как у нее мясо? Знаете, хрен его знает Ще никто не догонял Ага Да Ну хорошо, хорошо, ладно Давайте мы к делу Давайте, давайте Ну вы знаете, что мы давно и с большим интересом Следим за вашим хозяйством Да вы что, это очень интересно Да, и вот мы узнали, что вы стали снова разойдить кроликов, да? Да, конечно, да А вот скажите, пожалуйста А вот почему? Я знаю, многие не хотят Понимаете, не хотят люди Не хотят Говорят, забот много Понятно А вы, значит, забот не боитесь? Да, я не боюсь Я такой Иван Алексеевич И опанасович Извините, пожалуйста Аналогично А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах нашим радиослушателям? Так а почему же сказать с огромной радостью Дорогие товарищи радиослушатели От цей души От цей души А ну сейчас я микрофонтик включу А не, 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 стоп Вот этого делать не надо Лучше спрячься Або заховайте его Потому что у вас ничего не получится Почему не получится? Потому что я когда вижу микрофон, у меня отполнение Что? Голос пропадает Да вы не волнуйтесь, так сильно Я вам помогу Вы поймите, мне нужно, чтобы вы сказали Ну хотя бы одну фразу О том, что кролики Это не только ценный мех Извините меня, господин Иванович До вас утром тоже приходил один корреспондент Хотел у меня немножко взять интервью Ну? Ничего не получилось, а С человеком произошел несчастный случай Так, знаете что? Вы меня, пожалуйста, не пугаете Никто вас не пугает А во-вторых, объясните мне нормально Чего вы боитесь? Кстати, черт не узнаю, я сам не знаю Да правильно, потому что тут нечего бояться Смотрите, я беру микрофон Так Включаю его И совершенно спокойно нормально разговариваю Понимаете? Нормально, нормально Понимаете? Давайте быстрее, пожалуйста Быстрее, это только кролики размножаются Так, господин Габыздок Шо-шо? Мы будем работать? Будем Поехали Шо, уже включили? Шо, уже включили? Шо, про кенгуру, че шо? Вы шо кенгуру разводите? Про кроликов я сразу, внимание, поехали Извините, извините Кроли, это не только ценный мех Но и ценные когти, шерсть и молоко Какое молоко? Просто повторите, просто повторите Так вот так же надо было сделать с самого начала Запомните или записать вам? Я, извините, всем классов образования Все хочу Хорошо, понятно Значит так, слушайте меня внимательно Так Скажите такую фразу Так Одну Одну Значит, кролики Ики Это не только ценный мех Х Но и И Что? Что? Это три Три Четыре Ри Килограмма А мы? Диетического Ого Легко усваиваемого Ого Мясо И все Все Запомнили? Не ли Что не ли? Это я вас спрашиваю Вы запомнили? Или не запомнили? Извините, господин Иванов У меня такое ощущение Что вы меня тут за придурка держите Дурно такого не заполнит Голова же на плечах И два уха Извините, да И я прошу вас, пожалуйста Вот сюда в микрофоне Не кричите Хорошо Ну говорите как-то спокойно Неестественно Извините Стоподавайте Можно я вас поребью? Вот Как бы человечество Человеческим голосом Абсолютно правильно Человеческим голосом Давайте Внимание Приготовились Поехали Нет, расслабьтесь 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 Как бы на улыбочке Так Та-та-та-та-та Открылся Крулики Это не только ценный мех Ну и три Четыре килограмма Диетического Легко усваиваемого Мясо Мясо Иван Сергеевич Замечательно Извините Аналогично Все было замечательно Только мясо я просил усваиваемого Понимаете? Давайте еще разик, пожалуйста Извините, как сказал? А вы сказали усвояемого Давайте еще раз Подождите А нужно как? Я же вам сказал только что Нужно усваиваемого Усва-и-ва-и-мо-го Ага А это, извините, по какому? Это, извините, по грамотному Ага, по грамотному Давайте Ладно, я подскажу На меня смотрите, я подскажу Внимание Приготовились Поехали Тихо Расслабьтесь Как первый раз Человеческим голосом На улыбочке Да? Ага Хорошо Рулики Это не только Ценный мешок Но и 3-4 килограмма Диетического Легко У-у- С-ва-и-и-мо-у-чо Да усваиваемого Да ядрит твою налево Давайте так Вы Магнит рукой И скажите поехали А зачем рукой? Ну как-то песня поется Он сказал поехали Он махнул Хорошо, я скажу вам поехали На руку, внимание Приготовились Так Поехали Крулики Это не только ценный мех Но и 3-4 килограмма Диетического Легко усвоимого Так все Все, вы читать умеете? Да вы уже вообще Я буквы знаю все Ши О Не надо дальше Прочитайте Усва-и-ва-и-мо-го Все, прочитайте по бумаге Слушайте, кто это слово дурноватый выдумал? Я не знаю Ноги руки подпевать Приготовились Поехали Усва-и-ва-и-мо-го Так все в разу Ой, ты в твоем выдумке Скоти, по-наме думаю Давайте, пожалуйста Давайте Давайте закончим Пожалуйста Я не могу больше Пожалуйста Девай По словам это будет То зарплата или что И приготовились Поехали Друзья Что с вами? Господин Иванович Что с вами? Сало Какого сала? Мы шкарпов разводим Поехали Алло, это скорая помощь Это председатель Именно ко мне Тут уже второй корреспондент Сегодня с ума сошел Ангел мой Большой Ты послушай меня Стюардесса По имени Жанна Полетели Поехали Поехали Спасибо Спасибо, спасибо большое Спасибо 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 Наши огромные друзья Валерий и Александр Пономаренко Отчего так везде Любят этот дуэт Отчего все народы Ему очень рады Это, братцы, не шутка Шутить 30 лет Хорошо, что пока Декларировать шутки не надо Отчего в Беларуси Ждет их успех Может просто те зайчики Напоминают Но у кролика у самое ценное Смех, а не мех От него эскимосы На севере Не замерзают А на сердце Опять горячо Горячо Только выйдут на сцену Володи И опять все хотят И еще, и еще Из-за этого их Любят в народе Отчего так в Израиле Любят кролей Отчего на концертах От них просто млеют Да нелец хорошо Но второй им, Володя, милей Ведь евреи всегда По привычке Идут к Моисею Отчего же в Китае Не любят кролёв От того, что подделать Таких нереально И к тому же Володя их выше На десять голов Да Если их друг на друга Поставить Троих вертикально И все трудности И им нипочем Нипочем Еще многое В них мы откроем Одному из Володек Все-все по плечу И все-все по плечу Им обоим Отчего же Их любят В России У нас Отчего же Москаль Хорошо Понимает А кто ж Сало не любит Горилку Вареники И когда украинские песни Гармошка играет А на сердце опять горячо Украины с Россией Мы дети И друг другу всегда Мы подставим плечо Мы как листья С одной общей ветки А на сердце опять горячо Горячо Украины с Россией Мы детки И друг другу всегда Мы подставим плечо Мы как листья С одной общей ветки Аплодисменты Аплодисменты Наши друзья Володи, как вы знаете Заядлые футбольные болельщики А совсем скоро Польша пройдет Чемпионат по футболу Евро 2012 И конечно И российскому И украинскому болельщику Хотелось бы Чтобы в финале Встретились сборная Украины И сборная России Но мы не знаем Как там что пойдет Но Такой репортаж Правда Виртуальный С такого футбольного Матча Мы вам готовы Предложить Прямо сейчас Дорогие Болельщики Сегодня Играют Сборные Россию И Украины На табло Ничья Ноль Ноль Жирков Навешивает Бухарову Удар Рыбка Вытаскивает Тяжелейший мяч Дик Адвокат Недоволен Главный тренер Олег Блохин На бровке Призывает Подопечных Собраться Гости Перехватывают Мяч Хозяева Его забирают Воронин Селезнев Гусев Снова Воронин Посылает Мяч Коноплянке Коноплянка Не забивает Не забивает Милевского Встречает Погребняк К атаке Подключается Шевченко Подкат Подкат Ничего себе Шевченко На газоне Какая неожиданность Шевченко 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 Открывает счет Наши Наши Рвутся В зону Украины Аршавин Сычев Бухаров Замыкает Прострел Один Один Судья Добавляет Две Минуты Все Репортаж Проводили Александр И Валерий Панамарин Сейчас мы хотим пригласить на эту сцену человека Роль которого в нашей судьбе очень трудно переоценить Мы приглашаем на эту сцену автора, основателя и ведущей Самой популярной развлекательной программы «Аншлаг-Аншлаг» Регину Дубовицкую Дорогие мои, дебют этого славного дуэта состоялся у меня в «Аншлаге» в 1989 году А исполнили ребята на концертной «Аншлаговской» съемке номер, который потом стал на эстраде настоящим хитом Вы все его, конечно, знаете Кролики – это не только И так далее Буквально на следующий день после того, как «Аншлаг» с их номером вышел в эфир Я, Востанкино, прохожу мимо кабинета главного редактора И секретарша, завидя меня, говорит «Регина, тут шеф интересуется, где ты раздобыла кроликов» Я ей «Ты о чем? Какие кролики? Ничего не понимаю» И она «Да ладно, Регина, не строй из себя штирлица» Короче, если будешь доставать для шефа кроликов Возьми для меня парочку А сейчас, друзья, я хочу пригласить на сцену артиста Который точно так же, как и кролики Пришел в «Аншлаг» совершенно неизвестным исполнителем И здесь он стал настоящим любимцем публики На сцене Геннадий Ветров Вы знаете, с этими людьми, с этими артистами дружить очень приятно Во-первых, они очень креативны, они все время в позитиве Они всегда что-то подскажут Они щедрые на подарки Недавно подарили мне вот такую хорошую историю Которая случилась в Украине, она теперь в моем репертуаре Значит, парень, видимо, из России Ничего не понимает по-украински Стоит у киоска с сигаретами Рассматривает пачки и спрашивает продавца «А что здесь написано? Нифига не понять Вот это куриня заклыкая до рак улыгенем Что это?» Куриня вызывает рак легких Он, ну, ничего себе А это что, куриня заклыкает до импотенции Дайте мне лучше пачку с раком легких вообще Ну, а мне на сегодня, друзья, нужен Баян Чтобы по полной программе поздравить моих дорогих друзей И я скажу волшебные слова под ваши аплодисменты Баян Студи Вначале я хочу пожелать этому прекрасному дуэту здоровья И чтобы, отмечая сто лет совместной творческой деятельности Они легко могли поднять бокал и не только с соком Я хочу пожелать ребятам, чтобы побольше в зале было аплодисментов, как сегодня И чтобы смеха было много На одном концерте у меня одна женщина смеялась громче всех таким специальным приемом Правда, секунд на 20 позже, чем все остальные И первые полчаса было весело всем без исключения Потом час прошел, мужик один Скотч есть у кого-нибудь? Нет вообще? Я желаю, чтобы у ребят не хватало скотча на концерте Хочу пожелать, чтобы друзей было много И чтобы время не было властно над дружбой У меня есть товарищ, я его лет 10 не видел Он уже в Германии Он приехал, говорит, хочу все каникулы провести с тобой Поехали к моему деду Мы приехали, дед накрывает столы и всю деревню Давай, ребята, внук приехал Значит, самогона больше, чем людей А там традиция, пьют кружками И дед говорит, первую кружку до дна лично проверю Ну все напомнили, дед говорит, давай, Сережка, внучок, за встречу И Сережка говорит, дед, а я уже 10 лет как не пью И вот такая нехорошая пауза зависла вообще Дед ставит кружку и говорит, зачем приехал? В завершение хочу пожелать ребятам любви И настроение было такое, как сегодня у зрителей и у меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, полтора часа Да здравствует Моисеенко Данилец, ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас не слышу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А давай ты откроешь, Володя? А ты взрываться не будешь? Не-не-не, ты просто откроешь. Ага. Нет, нет, там ничего такого нет. Я так отойду в сторону. Это просто самый дорогой подарок, который я когда-то дарил. Друзья, это свежий попутный ветер. И я его сейчас, Володя, выпускаю здесь на вашем бенефисе. Попутного вам ветра! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Дорогие друзья, мы хотим представить вам нашего гостя. Недавно мы поздравляли его с юбилеем и спели ему такую песенку. Артистов вижу каждый день С большого и из малого Шуткуют все, кому не лень А я люблю Измайлова Писатель-садирик Леон Измайлов Спасибо. Благодарка, милой. Спасибо. Спасибо, Леон. Спасибо. Спасибо. Леон Измайлов Добрый вечер. Какой лучший день в году? Конечно же, день рождения. Ну, естественно, если день рождения твой, а не чужой. Потому что если чужой, тогда это проблемы. Потому что надо подарки дарить. Вообще, надо вам сказать, что все подарки делятся на две категории. Первые, которые нафиг никому не нужны, а вторые, которые фиг нам кто подарит. Три-четыре дня рождения в месяц. Ходишь, надо деньги тратить. Я для себя нашел такой выход. Вы знаете, я вот все, что мне на день рождения дарят, я потом весь год раздариваю всем своим друзьям. Но тут надо не переборщить, потому что я одному своему знакомому подарил такую чугунную пепельницу в виде медведя. Килограмм на пять. Он меня этим медведем чуть не убил. Он к нему третий раз возвращается. Но самый, конечно, сложный день рождения в году, это день рождения жены. Вот тут надо над подарком подумать как следует. Вы заметили, вот мужчины, да, когда приходишь в магазин покупать женщине подарок, да? Продавщица говорит, вам для жены или подороже? А мне и для жены, и подороже. Потому что по цене подарка она оценивает, как я ее сейчас ценю. Поэтому мне подарок нужен дорогой, но за небольшие деньги. В связи с этим я последние пять лет своей жене дарю кольцо с бриллиантом на каждый день рождения. Во-первых, дорогой, потому что из золота. А во-вторых, потому что бриллиант мне один знакомый цыган на рынке вставляет. На втором месте по трудности это день рождения тещи. Тут шутки в сторону. Потому что вот тесть, он, например, решил пошутить с тещей, она ему говорит перед днем рождения, подари мне в этом году какую-нибудь там соковыжималку или кофемолку, в общем, какой-нибудь электрический прибор. А он возьми и пошути. Он говорит, а тебе электрический стул не подойдет? И, главное, шутка ему дорого обошлась. Такси в травмопуртке и обратно. Ну, по мелочам, там, 3 килограмм гипса, 2 костыля. А поэтому я ей дарю, она вообще у нас женщина начитная, я ей дарю книги на день рождения. Потому что книга – это лучший подарок, особенно если в него положить побольше денег. А она мне в прошлом году тоже подарок сделала на день рождения. Она мне подарила такую коробочку, говорит, это, значит, вот станок-жилет, 58 лезвий. Пользуйся, зятек, я открываю, а там обычная кухонная терка. А теперь ведь вообще мода пошла не только на дни рождения, на все праздники надо подарки дарить. Мы своему главному бухгалтеру на работе на Новый год подарили бутылку водки. Ну, шикарная бутылка, знаете, сувенирная, ювелирная, какая-то необыкновенная водка в коробке такой. Ну, не удержались, выпили всю эту водку, налили туда воду, закупорили и ему подарили. А он такой добрый оказался, он эту водку нам по стаканам разлил, и мы, как дураки, пили ее, крякали, орали, эх, хорошо пошла. Восьмое марта. Праздник со слезами на глазах. Это всему женскому коллективу. Это всем женщинам надо коробки шоколадные дарить, надо паншампанское, шампуни, духи. И начальнику бутылку виски со словами «Конечно, ты не женщина, но редкая». Первый апреля. День дурака. Наш праздник. Хочешь, не хочешь, а надо шутки дарить. Я пошутил с женой с риском для собственной жизни. Я ей говорю, ты какие подарки любишь? Один большой или много маленьких? Она подарки любит, говорит, много маленьких. Ну, я ей подарил стакан семечек. Вот смеху-то было. Правда, смеялся я один. И то недолго, пока стакан до головы не долетел. Первое мая. День солидарности трудящимся. Ну, я своему другу, трудящемуся, озверевшему от одиночества, подарил надувную тетку. Пошел, купил в интим-магазине, надул и подарил. Он мне на другой день вернулся словами дура дурой. Ни одного слова в кроссворде подсказать не может. И, наконец, лучший день в году. Мой день рождения. И все пришли, и начальник, и соседи, и друзья, и по работе, друзья. Все пришли, и все подарили подарки. Я глянул и обалдел. Вот все, что я им год дарил, все назад ко мне и вернулось. АПЛОДИСМЕНТЫ И тебя, дорогой, я бросил в окно. Люба! Люба! Люба, ты где? Ау! Отзовите с горнистых! Люба! Тина! Чур! 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 Говоря, с чистым. Ты же столбяра. А мне кум сказал, если в окна одни бабы выглядывают, это значит рожальник. А сегодня выпивший. Немного. Сына! Но баб, отни баб, уже и не отключу. Хотя бы дитями помахали. Сына! 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 А у меня что ж жена должна была разродиться дитем месяц назад, как на правил. Оно уже, наверное, ходит. Сына! 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 Люба, ты уже родила, я узнавал, ну подожди к окну, наконец, к концу, можешь не расчесываться, я тебя всякую в бане видел. Слышишь, мужик, ты если нажрался, веди себя прилично, пожалуйста. Люба! 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 Слезы мешаю договорить. Любочка, а ты вообще не изменилась, молодец, пш-пш-пш. Молоток, Люба, а ну подпрыгни. Сида! Люба, момент, слышишь ты, башня пизанская, сигнализацию приглушила на немножко. Ну покажи папе сюрпризик, покажи, кто там у нас, ну порадуй сюрпризиком папасика. Ну, Люба, ну что ты стеснялся? Хорошо, Люба, понял? Люба, я сейчас ручкой закрою, открою, и ты покажешь, чтобы не стеснялась. Люба, закрываю, а кто? Открываю. А-та-ту-си-тай, а-та-си-тай, а-та-си-тай. А-а-а-а! Вот это Ханя. Люба, так он же старше меня. Люба, да ты его переносила лет на сорок. Такой же только вылупился, папку по морде будет бить. Хорошо? А, это доктор женский. А чё ж мужик, если он женский? Ох, и харя. И по морде хочется дать, и не за что. Си-и-и-и-и-и-и-и-о-о-о-о. Люба, мол, э-э. А-а-а-а-а-а. Люба, да дома все, окей. Да, кормлю я твоего кабана, чтоб он сдох. три раза на день люба ну как же я кормление пропущу я же после него доедаю говорили что станет на все село люба тони кабан то я скучаю-то до подгузники купил ну только два люба зато большие люба и нифига не пропускают мы с кумом целую неделю в них ходили испытывали зашибись люба тут какой-то мужик свою бабу зовет ты передай этой зинке что раньше надо было прятаться сейчас то уже чего что рожать помогает так это не дитя зинкой назвали такси же докажешь ты стоишь молчишь слова не выдавишь из себя давай зови шварценеггер засушили если пацан то серега как брата его приятно будет может хоть бить нас перестанет а если девочка то анатолий михалыч какова ну тоже чужой человек правильно его правильно короче хочу что-то у нас покажи наследник кому я все богатство ставлю почему это не пустые бутылки а велосипед и водят еще гражданской домой припер люба стоишь кто у нас как девочка люба подожди подожди стоп я же тебя 9 месяцев одними витаминами питал ты же меня пять пешков лука сточила как бобер еще напрасно подожди а в чем же за кавыка стоп от болтешка вам все понял молчи тут же же не бабу а и и они размножаются бабами тебя к мужикам назабыла поближе эхлю-малю ладно пойду комообразную вина верблюдок магазина пойдем в третьем будет дарья друзья ну пришло время рассказать об этом участнике нашего сегодняшнего концерта в 1 1997 году нам вот этого симпатичного кролика подарила прекрасная певица народная артистка украины таисия повали вы знаете в актерской среде клоуны считаются высшей профессиональной кастой и это справедливо а если артист владеет профессией разговорника клоуна музыканта вокалиста и еще и обладает невероятно выразительной внешностью то считается что такого человека господь наградил воистину по-божески наш друг юрий гальцев добрый вечер дорогие друзья после банкета просыпается юноша с девушкой и юноша говорит катя да а валим отсюда она гордок я не катя валят валят валя тогда катим я вспоминаю случай наверное пять или шесть лет назад когда еще не придуманная история это было наяву приехал один человек такой знаете ну их называли тогда кардиологи у них такие носы были уши такой подходит суши юр классно ты ну как бы так работаешь а можно тебя пригласить у моего друга будет день рождения там на острове как бы ну там слетали всего там ну что там шесть самолетов так и пять посадок сделаем деньги моя любимая да история деньги заплатим когда нет проблем если ты сразу согласился мы тебе побольше но неважно в общем короче говоря у нас это уже была зима а мы летели практически больше суток и на этот остров устаршим 5 посадок у нас было 6 самолетов очень прилетаем и мои ребята короче клоуны гримировались у нас осталось наверное 40 или 50 минут мы гримировали немножко правда искупались небольшой был бассейн и все выходим вот так вот вы не представляете и всего два столика два столика а за столиками три человека лежат уже вот так знаете и четыре человека они просто один из них в салате лежит и так как старый моим любимым анекдоте когда после банкета просыпается муж женой и жена говорит то что по большому счету коля так не бухает коля ты вчера пришел как свиня у тебя друзья свиньи они всегда надут грязь колька даже меня сейчас смотришь у тебя маленький коль свинячие хренячие глаза коля и свинный хряк муж говорит вот так они же то я лежали в этом салате мамы чё актеры приехали деньги уже москве все надо что-то делать вот они в стак лежат и мы там что-то что-то надо творить по регламенту 40 минут поступать я уже как бы начал так что-то выступает прочитал какие-то стихи очень нормально и вдруг один из них просто качнулся это и так ко мне подходит и прям ну деньги не пахнут вытерся он обнял меня как я тебя люблю как я тебя люблю особенно вот это вот твою песню для меня нет тебя прекрасней но ловлю я а что ты свою песню не знаешь что ли? ты песню же свою знаешь я говорю ну ну так и пой для меня нет тебя прекрасней но ловлю я твой взор напрасно как виденье не ул и мак каждый день ты проходишь мимо как виденье не ул во каждый день ты проходишь мимо А я повторяю вновь и вновь Не умирай, любовь Не умирай, любовь Не умирай, любовь Слушай, Юр, нормально, дай мне хоть припев потянуть Ну дай, давай Да ладно, бог с этой песней, садись к столу И обратно, через несколько часов, шесть самолетов Никогда не забыть, вообще времена хорошие были и интересные О чем мы говорим? Сидит барышня, магазин, 24 часа продовольственный Она там на кассе На кассе Два джайнтельмена Девушка, будьте добры Ящик водочки, она Ящик венца Нарезочек колбаски, сырка Еще ящик водочки Спасибо Они уходят, она Ребята, возьмите меня с собой, пожалуйста Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юра Юра Мы вам сейчас споем Вы зря так заулыбались Потому что мы петь не умеем, но любим Мурка Есть такая песня Как бы мы к ней не относились, но она существует в нашем информационном пространстве Народная песня всех Так называемая классика нашего так называемого шансона Итак, наше небольшое музыкальное хулиганство на тему Мурки Поехали Вчера просила прийти на хазу Сказала, время банк сорвать Я как услышал, что дело в кассе Ответил, да, будем брать С утра побрился, чулочек новый На морду бритую надел Купил три бомбы И в полночь ровно я погорел Я залез, ты шухарила Сейф ломал, ментов звала Я бежал, ты не пустила Мне сидеть, а ты ушла У самовара Я и моя Мурка А на дворе Облова шухер-шмон У нас товара Два пальта и куртка Но из-за пальта сядешь, как пижон Летит на пол Малина из варенья Низ живота Обжег горячий чай Из-за тебя все Нет тебе прощенья И вот пирог За это получай Беспредел Бессонной ночью На шухарилочек Отдыхает спецназ Бессит все Ведь спалились короче Бабою той, что сама же попутала нас Ты сегодня мне принес Ни коробку папирос Ни сокровища из острова Протянул мне резко ты Что-то там в руке Ох ты, это что ж такое острое Мурочка 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 Скрыта, как баночка шпрот Больше нам Мурочка Дел не сорвет Мурка А кто бы мог представить Шо тысячсот Мурочка Мурочка А мы с тобой в губстопе Не первый гость Мурочка А что ж ты не сказала Не укради Мурочка 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 Ну подел Но я тысячу раз пропадал в засадах Сам себе кричал Завижу навсегда Чудом уцелел в жутких перестрелках Салют Мурка Но за тебя я спокойно пойду под вышку Погублю тебя в бобке, сделав дырку В ресторан на мраке сверкнула финка Здравствуй, Мурка Прощай, Мурка Вы прослушали куплеты Про Марусю Климову Про наганы и браслеты Про погони и братву Эту песенку про нож Не задушишь, не убьешь Маруся, Маруся Маруся, Маруся Климова Маруся, Маруся Маруся, прости любимого Аплодисменты 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 А ну выйди, любимая Ну выйди, груностая На полчаса Засорай А кто это так хрупит Неужели моя нежная Галя Вот это чувствуются легкие пятого размера Галочка Галюсенька, выходи Аплодисменты Галя Аплодисменты Аплодисменты Галочка, ао, а шо это тут так красиво хрупело? Торадио, ФМ Ага, а я тут мимо гулял, думаю, зайду до моей Гали, может мы быстренько поженимся? Как? Галя, торжественно, но без барабанов, все же уже сплят Сено степное, сено сухое, падаем я и ты Падаем просто носозначеньем в розовые кусти Этот счастливый праздник падения празднуем восемь раз Только комарики не помешали, не покусали нас Я так не хочу А как ты хочешь? По-другому Галя Ау Я по-всякому могу Павло, я тут недавно Шекспира читала Что-то новенькое написано Ага, Ромело и Жулета Погоди, это те, что потопилися в конце? Ну я не думаю, что мне настолько не понравится Слушай, они так красиво разговаривали А я хочу, чтобы у нас было как у него И между прочим, женщина любит ушами Галочка А чем она не любит? Ну ты намекни просто про что там у них, аначе я в шкварю От слушай Я ваших рук 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 коснулся грубой Чтоб смыть кощунство Я даю обед Кугодницы спаломничают губы И зацелуют святотатства снят Галя, тебе шо, ухи извращенца? Павло, ты обещал Да пожалуйста, шо нам кутерям расплюнуть? Как ты там сказала? Тебя, ага Тебя коснулся я рукою грубой Раз пять, а может быть и шесть Есть у меня лицо и нос и губы И все шо надо для женитьбы есть Почти До чего-то не хватает Галя, опять не хватает Ну ты же имей совесть, Галя Я ж тебе уже почти весь тельмах перетаскал Вот смотри, конхветы три Пиво бутылку И сам выпил Не важно Один колонн жасмин одела Галя пока никакого Ну идем прогуляемся до этих конкустов Зачем? Крыжовнику, блин, пожрем Я в кусты мамкой не разрешал Если б ты Ромео мог стать Если б ты мог так любить И не Галей, а Жульетой меня называл Если б не жасмин, а Шанель мог дарить Если б не с бутылкой ходил Ваську на дуэлі убил Я б тебя услышала и поняла Бил бы ты и люб мне, и мил Лучше я буду одна Мама, прости меня, дуру Без Шекспира не дам Дрогаться За Квигуру Галя, ну ты же совсем чокнулася? Ну вы диты из Джульетта Ну разве то не твоя мамка написала объявление Отдам питомцам наглые руки Ну так это ж про пясика С припиской сука пять лет Это собачий бальзаковский возраст Так, Павло, все Переходим ко второму акту Не понял А в первом, кто вместо меня поучаствовал? Первый был Стебальдом Так, так, так И как это понимать, Галина Митрохванова? Пока я, значит, тут разбрасываю канаховеты на правую на лбу Обливаю вас з ног до головы одеколоном За тринадцать семьдесят пять Какой-то Тебальд уже совершил первый акт? Павло, ну как тебе не стыдно меня ревнувать? Тебальд это Джульеттин братан Так что ты там намекала про акт? Галочка, ну провистай страницы Може они давно уже в кукурузе кувыркаются А мы еще вступление читаем Кукурузя, кукурузя Павло, ты обещал Ну ты видишь, что что-то с этой романтикой не получается Галочка, ну смотри Я тебе стихи читал Читал Пест не пел Пел Конхветы дарил Ну Баранки гнул Ну ты видишь, что без Годяры романтики не получается Не хватало, чтобы Джульетта Ромелло поднесла Ей же 13 лет Сколько? 13 Галя, это же статья Могу тебе посадить Не переживай За меня не садят За меня уже награждают Галя Ну хочешь, сейчас Гуляком в крапиву прыгну О, хочу А давай вместе Не хочу Опять не хочешь Ну тогда, Галя, прощай Чтобы ты тут была счастлива со своим Шекспиром А я пойду зарежуся И отравлюся А для гарантии Еще и утоплюся, Галя Павло Я в крапиву Гуляком не хочу Я так согласна Галя, ес Галя, при ей Галя, ес Ау, а скажи мне, ты помнишь, были в детстве когда-то такие загадки, которые заканчивались словами, ну-ка, детки, отгадайте, это кто же он такой? Конечно, помню, Пауло. А давай поиграем с нашими зрителями в такую игру? Давай. Загадка такая. Молодые, озорные, да прикольные такие. Видеть их большое счастье их зовут Потап и... Трайк! Игры, по югалеру! Дорогие друзья, вот нет в жизни большего счастья, чем слышать у вас смех, ваши аплодисменты, видеть ваши улыбающиеся лица. Мы еще раз благодарим вас за то, что вы пришли сегодня к нам. Мы не говорим вам до свидания. Мы говорим вам до новых счастливых, радостных, веселых встреч. Всегда ваши, Владимир Манилец и Владимир Моисеенко. Спасибо, будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»